всем привет сегодня снова мы с вами выбрали время наконец-таки выбрали чтобы записать вам очередной видео обзор до нас достаточно давно не было потому что мы работали постоянно были на показах естественно много людей достаточно при этом личные вопросы решали наша команда большая часть нашей команды купила себе жилье в очень достойных и качественных местах сейчас на ремонтах на переездах поэтому дел было масса но сейчас мы более-менее разгрузились и хотим вам показать новый проект по частным домам это вместе называется семи горе это хутор семи горский и здесь есть дома они начинаются от стоимости 3 миллиона 300 и заканчивается 3 миллиона 800 это на момент записи этого видео причем почему мы выбрали именно этот коттеджный поселок так скажем потому что это самый частый запрос который нам поступает хотят частный дом люди до 4 миллионов и у нас есть на примере на нашем когда молодая пара которая состоит там молодой человек девушка у них есть маленький ребенок и они когда-то купили себе студию в городе анапа так вот они эту квартиру студию в 23 квадратных метра продали и купили здесь дом на 80 квадратных метров на участке 5 соток земли и сейчас делают ремонт и уже в нем живут но не круто согласитесь а что это за дома давайте мы вам сейчас покажем коттеджный поселок о котором сейчас пойдет речь называется вита вилыч состоит он сейчас на данный момент пока из 20 домов но впереди запланирован большой проект по этому коттеджному поселку в хуторе и от данного застройщика я данного застройщика дома строятся по монолитно каркасной технологии фундамент это монолитная плита при этом плита заливалась настолько большим объемом бетона что она выдержит пятиэтажный дом вот видите они здесь одноэтажные с двускатные четырехскатными крышами и при желании эту крышу можно будет демонтировать и вывести еще дополнительно второй этаж это уже по вашему усмотрению фундамент здесь выдержит дома как я говорил по монолитно каркасной технологии заполнением проемов керамзита бетонными блоками утепление пенополистиролом 50 миллиметрами по наружной стене и вот облицовка происходит керамическим кирпичом по фасаду как вы знаете керамический кирпич имеет водопоглощение не более одного процента соответственно ваш дом всегда будет сухой и теплый какие у нас проекты в этих домах да у нас есть дома дуплексы то есть это на двух хозяев дом у нас и есть одиночно стоящие отдельные дома по площади есть как 67 так и 80 квадратных метров это касается и и дуплексов до каждая ваша часть будет или 67 или 80 квадратов и также одиночно стоящих сегодня мы покажем вам дом 80 квадратных метров там у нас большая кухня гостиная есть выход на задний двор с террасы но думаю уже лучше наглядно посмотреть при этом 80 квадратных метров это не один проект есть еще проекты чуть меньше площадью всю информацию 67 квадратных метров до всю информацию по этим домам и по ценам вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео описание по данному коттеджному поселку и на данный момент я хочу подчеркнуть что это самая низкая цена по скажем так классу этих домов потому что в то время когда выкупалась здесь земля и цена на за сотку земли составляла порядка 50 тысяч рублей за одну сотку поэтому удалось попасть в низкую себестоимость стоимости домов но при этом на качестве домов это вообще не отразилось сейчас мы это вам покажем проекты в коттеджном поселке витавилыч строится о 3 до 5 сотках земли вот данный проект находится на участке в 4 сотки земли и вот идет первый проект 80 квадратных метров второй они чуть-чуть отличаются дома как я напомню еще раз строится по монолитной каркасной технологии и вот вход у этого крыльца он видите закрыт он под навесом то есть он не будет мокреть еще также фасад дома полностью защищает дом от влаги за счет облицовочного керамического кирпича утеплитель сюда заложен между керамическим кирпичом и керамзитобетонным блоком пенополистирол вот здесь проходит шов он сейчас закрыт цементным раствором а дальше всю внутреннюю отделку вы уже делать самостоятельно вот как вы сейчас дом увидите в таком состоянии он и передается напомню цена за эти дома сейчас до 4 миллионов рублей максимально сейчас 3800 таких цен на дома нет при этом это дома не от самостройщика это от строительной компании которая разработала изначально сначала проект со всеми нагрузками посчитали себестоимость мету сделали несколько проектов и началось строительство а не так как сначала вывели периметр дома а потом уже как стеночка ляжет да здесь нет все четко все по документации при входе мы сразу в этом проекте видим что когда мы заходим мы попадаем в большую комнату это в этом проекте в соседнем проекте мы попадаем сразу в гардероб это в конце коридора но это мы покажем вам позже итак первая комната когда мы заходим сюда налево нам направо попадаем она небольшая 11 квадратных метров идеальная детская комната высота потолков на данный момент мы уже померили до этого три метра это в черновом варианте здесь сейчас плита перекрытия стяжки нет потому что в стяжку еще необходимо будет уже вам самостоятельно заложить трубы водоснабжения где-то возможно канализацию а возможно вы еще здесь сделаете теплые полы на что я настоятельно вам рекомендую только не в жилых комнатах теплые полы это очень круто особенно в частном доме перекрытие между этажом жилым и чердаком деревянные утепление происходит именно по перекрытию минеральной ватой в нахлёст друг на друга в два слоя чердак сам холодный нежилой но при желании вы можете просто утеплить кровлю и соответственно кинуть дерево для того чтобы можно было ходить по этим перекрытием и вот вам уже в принципе жилая комната пойдемте дальше здесь здесь дальше по коридору у нас ванны и санузел выполнены выводы отсюда идет ввод водоснабжения на весь дом соответственно его потом надо будет прокладывать на кухню по полу по стяжке здесь хорошо уместится и ванна и санузел стиральная машина возможно сушильная машина раковина здесь 7 почти 8 квадратных метров при этом здесь сделана вентиляция сама она заложена сейчас за перекрытиями а также есть еще окно для естественно вентиляции пойдемте дальше вот это самая большая спальня площадь этой спальни мы сейчас вместе с вами и посчитаем площадь этой спальни почти 17 квадратных метров 16 и 6 десятых при этом в длину она 5 и 6 квадратных метров ширину почти 3 метра имеет большое окно которое довольно хорошо освещает всю комнату здесь уже установлены окна подоконники вам необходимо будет сделать просто проложить всю электрику завести отопление и отштукатурить стены подоконники уже имеются пойдемте дальше здесь находится самая большая комната в доме она не желает кухня гостиная здесь находится зона кухни это гостевая окна находится по трем сторонам первое окно второе и витражное остекление с выходом на мансерду здесь имеется вентиляция шахты выполнены из керамического бутового кирпича сделано это специально именно такая большая шахта и из кирпича для того чтобы вы смогли установить камины то есть по проекту во всех домах запроектировано то что вы можете установить себе камин и наслаждаться зимние вечерами именно приятным огонь светом огня до вечернее время здесь также на кухне находится бойлерная где вы можете установить где вы установите котел отопления полную разводку по теплому полу возможно накопители воды насосы и все дополнительное инженерное оборудование здесь установлено стандартное окно вот сзади насти вот она нестандартное увеличенное окно пространство высота потолков 3 метра имеется мансерда сейчас у нас дверь закрыта ключи мы оставили в том доме но на том доме мы покажем какая мансерда она довольно таки большая здесь вы можете установить например летний скажем так садди вы в зимнее время будете закрывать эту мансерду за счет пластиковых окон и вам будет там тепло пойдемте в следующий дом такой же проект практически но немного измененная планировка на данный момент расстояние между домов довольно таки прилично и имеется стандартный отступ от границы участка 3 метра то есть вот отсюда у нас допустим идет забор и до дома смотреть еще сколько места то есть тут достаточно просторно и можно придумать или навес или просто припарковать его машину или какую-то зону отдыха тоже место достаточно много одно один момент из которой мы еще не рассказали сегодня это то что наличие септика и скважины септик у нас располагается попереди дома то есть там где будет у нас легкий доступ что подъехала машина а скважина располагается позади дома то есть в двух абсолютно противоположно лежащих точку точках да так как у нас чтобы септик не попадал скважину ну и так далее глубина скважины в среднем 50 метров здесь вот этот дом немножко отличается но отличается уже именно тем что у нас внутри там некоторые изменения в планировке поэтому предлагаю пойти посмотреть по сути дом здесь точно такой же как и тот который показывал сергей просто как я сказала раньше немножко отличия в планировке при входе нас все так же встречает крыльцо которое захватывает также кусочек крыши то есть когда вы придете домой с пакетами до будете открывать дом вы дождливый день вы не будете стоять под дождиком но удобно хорошо всегда аккуратно смотрится также здесь еще колонна вот пойдемте внутрь кстати хорошие двери устанавливаются такие тяжелые думаю там утеплителя достаточно много еще вот какое отличие здесь при входе у нас большой коридор в начале можно поставить кота зону для верхней одежды а здесь как мини гардеробная то есть вы можете сделать здесь или кладовую или гардеробную комнату гардеробную полноценную по правую сторону от меня располагается кухня-гостиная большая и по левую сторону две комнаты и санузел пойдемте сначала посмотрим комнаты самая первая комната она чуть поменьше площадью ее площадь 11 с половиной квадратных метров но при этом здесь хватит места и для полноценной двуспальной кровати или же если это будет детская то просто отличный вариант как по мне да все в итоге будет у нас черновой отделки то есть все остальные подвод коммуникации все без то есть разводки электрики по домам вы выполняете сами при этом можно согласовать индивидуально чтобы вам довели дом до предчастовой отделки и подключили естественно все коммуникации это уже в среднем около шести тысяч за квадратный метр но в принципе обговаривается все индивидуально пойдемте дальше здесь у нас между двумя спальнями располагается санузел что удобно он немножко дальше чем от входа то есть да у вас вы сходили в душ и спокойно уходите в свою спальню не важно это детская или ваша она находится в чистой зоне то есть вы не проходите мимо зоны грязные так скажем которые когда люди идут с улицы вот санузел здесь поменьше чем в том доме по площади будет порядка все скажу 5 1 квадратный метр естественно слив все подготовлено вот но также имеется у нас окно для вентиляции и для проветривания следующая спальня уже побольше но можно сказать то это будет родительская спальня ее площадь пятнадцать с половиной квадратных метров одна точка освещения высокие потолки как и в том доме у нас тоже три метра правда это ощущается не знаю на камере будет видно или нет но уже будет для меня да прям сразу визуально видно что есть высокие потолки вот здесь можно расположить спальную зону здесь допустим есть небольшая ниша вот здесь вот видно можно поставить небольшой шкаф и какую-то рабочую зону отделить либо сделать еще таким способом вот так отделить полностью как гардеробную можно гардеробную это первый вариант второй вариант а так как это хозяйская спальня то есть родительская и для того чтобы например сделать собственный санузел а это как правило очень необходимо особенно в возрослых спальнях гардеробную можно отделить но вот и с этой стороны сделать индивидуальную душевую и санузел а здесь также оставить место вот здесь вот для гардеробной а можно даже перекрыть сделать из гардеробной делают вход уже потом санузел не знаю если в этом смысл потому что здесь как бы через стенку же сразу санузел лишнее место убрать все-таки из плана то чтобы шкафы лишние не ставить гардеробная всегда удобно здесь делается шкаф купе для верхней одежды а все остальное барахло скажем так из одежды можно убрать вот туда на чердак при этом как я говорил чердак можно сделать его жилым сейчас мы туда поднимается не будем потому что нет тут поблизости лестнице но в дальнейшем мы думаем это все кстати в том доме крыши четырехскатная поэтому там на чердаке нет естественного освещения здесь на двускатная и сделано окошки дома потом мы вставим чтобы видно было как снаружи смотрится то что там окна поэтому там светло и естественно освещение естественно удобно даже какую-то сделать зону и мы попадаем самую большую комнату в нашем доме это просторная большая кухня-гостиная вот выполнена очень удобно кстати о чем еще хотела сказать что в прошлом доме что в этом доме мне нравится как расположены окна в этой зоне где по логике вещей нужно расположить именно кухонный гарнитур весь у нас окно повыше подоконник и можно сделать сразу допустим кухонный гарнитур и чтобы он уходил в подоконниками ну сама столешница вот мне кажется здорово классно и как раз он заканчивается где-то в этом районе да или только у нас вдоль окна идет и здесь уже какая-то кухонная зона или гостиная зона ность тут надо еще учитывать что будет стяжка и возможно это да соответственно но в любом случае если делать столешницу то ну подоконник снимается но там тоже по-разному можно можно подогнать если он был сделан в пол ну вот до сюда как вон то окно то естественно там же ничего не сделано при этом здесь имеется еще разбег для того чтобы эту плиту сделать чуть чуть выше да ну тут уже дело личное кому что будет по вкусу больше да здесь момент развернута вентиляционная шахта для камина том доме она была на этой стороне в этом доме она вот в эту сторону то есть ну принципе логично в сторону гостиной гостевой зоны вот и соответственно здесь же опять же у нас порядка трех квадратов располагается бойлерная и кстати даже с бойлерной есть вентиляционное окно то что тоже можно проветривать его да если у вас здесь будет стоять водонакопительный бак очень удобно полезно и хорошо вот и в этой зоне естественно уже можно поставить и уголой диван большой у нас поместится и телевизор и в стол со стульями можно принимать гостей и ходить семьями вот и отсюда же у нас выход на террасу что классно еще то что окна у нас с трех сторон дает освещение полноту такую вот правда комната хоть 32 квадрата ну хорошая просторная кухня вот но из-за дополнительного освещения и хорошей инсталляции вообще смотрится очень свежо просторно не знаю вот еще больше простора видится благодаря свету теперь мы можем посмотреть что у нас за терраса все окна имеют напыление для задержки ультрафиолета для того чтобы дом не сильно нагревался через окна вот можно увидеть отражение да это отражение она говорит о том что то есть в принципе я вижу только окно противоположное и все то есть что внутри особо не видно видим себя вот терраса у нас 18 квадратных метров она не входит стоимость дома то есть да это у нас дополнительно идет можно ее благодаря тому что уже стоят у нас столбы и она закрыта навесом до крышей можно ее отгородить сделать вот как сергей ранее сказал какой-то а зимний сад или как дополнительную комнату чуть ли вот и при этом у нас очень красивые виды холмистая местность поля леса по-моему здорово тихо здесь очень приятный воздух свежий земля имеет участки уклон в ту сторону поэтому с этой стороны цоколи будут повыше чем с этой напомню что здесь фундамент длился как для пятиэтажного дома для это со всеми расчетными нагрузками с запасом прочности поэтому вы свободно потом будущем если хотите сделать какую-то реконструкцию свободно можете сделать второй этаж участки довольно таки большие потому что все же зависит от пятна застройки пятно застройки по этому дому она скажем так компактная то есть не размашистая что позволяет более эффективно использовать свободное пространство на земельном участке друзья ну вот и подошел наш краткий видео обзор по вот этим домам коттеджного поселка вита виллэйч завершая это видео без насти потому что настя вот она с клиентами подъехали клиенты сейчас смотрят первый дом второй дом они уже посмотрели проекта 80 квадратных метров как раз 3 миллиона 800 их устраивает потому что у них бюджет до 5 миллионов у них остается еще миллион двести для того чтобы приобрести чтобы сделать внутреннюю отделку дома дома поселке в станице раевской для них довольно таки высокие по бюджету да потому что дома идут там от 5 миллионов а здесь участок четыре с половиной сотки дом 80 квадратных метров облицован керамическим кирпичом имеют полноценные хорошие комнаты есть возможность установки камина есть витражные окна выход через которых вчителяется на мансерду из мансерды можно сделать зимний сад и при этом наслаждаться чистым хорошим воздухом если вы хотите узнать более подробную информацию об этих домах переходите по ссылке указано в описании к этому ролику не тяните со временем потому что цены поднимаются на все цены на жилье в квартирах в жилых комплексах уже поднялись до стране на мельских высот и удерживать свои позиции сейчас огромное количество людей переключилась именно на частные дома за это время в летний период времени у нас не хватало времени чтобы писать для вас видео обзора потому что вот такой был наплыв клиентов на приобретение домов нам сейчас даже не сосчитать сколько было этих домов куплено но вот эти дома остались буквально несколько единиц в такую стоимость до 4 миллионов максимальная цена сейчас 3 миллиона 800 это на момент записи 16 сентября 2021 года поэтому звоните по указанным номерам телефонов надеемся что вы купите свой дом мечты а с вами была социозастройщиков меня зовут шаглин сергей подписывайтесь на наш канал этой осенью мы будем снимать для вас большое количество видео обзоров всем пока